Всем привет! С вами на два слова Украино-американская программа наша еженедельная с капитаном первого ранга военно-морских сил в отставке Юрием Табахом. Юра, приветствую тебя! Слава Украине! Героям слава! И, собственно говоря, сначала приветствуем всех наших зрителей. С самого начала хочу поблагодарить всех, кто подключается к поддержке нашего канала финансово по всем направлениям, то есть и в Патреоне, и по другим, так сказать, каналам поддержки. И это очень важно для нас, это то, что помогает нам развиваться и то, что стимулирует, показывает, что нас смотрят и нас поддерживают. Это с одной стороны. Спасибо, я тоже хочу поблагодарить этих ребят, потому что я знаю, что мне тут писали, хотели узнать, как это сделать. Спасибо вам огромное, что вы помогаете нашему каналу. И второй момент, я также хочу поблагодарить тех, кто нам угрожает, потому что они тоже нас мотивируют. И именно они показывают другую сторону, что если у тебя есть враги, значит ты занимаешься чем-то правильным. То есть у нас такой принцип в Украине уже, как минимум, 6 лет работает наверняка. И очень забавный случай был. Я вот рассказывал Юрию недавно на неделе, к нам пришла угроза. Через анонимную почту написали, что передай Юрию, что вы не на того поставили, все только начинается. И типа мол, берегитесь, мы на вас заберемся. И как там было сказано, нацики вас не спасут. То есть нацики, я так понимаю, это националисты, то есть люди, патриоты нас не спасут. Но самое смешное, что человек, который прислал это письмо, пожадничал, чтобы через сервис анонимный, он пожадничал, очевидно, чтобы заплатить за аккаунт в этом сервисе. А там есть такая деталь, когда ты присылаешь такое письмо, но бесплатно, то оно потом присылает, откуда ты его прислал. То есть имя не присылает, а одно присылает регион и страну. Ну он правда опасный человек, получается. Да, то есть нет ничего страшнее опасного. То есть этих идиотов-энтузиастов, знаешь, самые небезопасные люди. И человек прислал письмо из Калифорнии, как оказалось, кстати, Юра. Слушай, по-моему, может быть, я только что с ним имел передачу. Я не ожидал от него. Вдруг он мне начал там, что какая великая страна Россия, и как Америка должна с Россией быть, а не там. В общем, у меня только что было. Но, к сожалению, началась наша передача, мне пришлось отключиться. Ну, собственно говоря, я тоже благодарен людям, которые искренне нас ненавидят. Но если серьезно, то критика конструктивная, критика аргументированная, она важна. То есть это дискуссия, каждый человек может ошибаться, и мы свои мнения таким образом либо проверяем, либо дополняем, либо модернизируем, скажем так. Да, нам для того голова и нужна. А вот если вот такое хейтерство и угрозы, это значит, что кому-то припекает, и значит, опять же, к нам неравнодушны. И огромное спасибо за то, что смотрите. Поддерживайте, ставьте дизлайки, ничего страшного. И с этого я хотел бы начать. У нас сейчас новый раунд был. Вот, Юр, вы напомню нашим зрителям, что поддерживайте, ставьте лайки, подписывайтесь финансово, поддерживайте и комментируйте. Главное, в чатике, вот сейчас есть чат, комментируйте, ставьте вопросы, мы будем это обсуждать. И пока вы пишете, пока вы предлагаете темы, я хотел забросить первую тему. У нас всплыла вторая серия пленок переговоров Байдена и Порошенко, опубликованная, очевидно, пророссийскими депутатами. Но эта тема как раз отдельная, кем опубликована и зачем. Но мне интересно, вот с точки зрения того, какие последствия они могут иметь, вот эти пленки для Байдена на выборах сейчас, на твой взгляд. Я не знаю, я не слышал, что вторые пленки, я не знаю, о чем там говорится, ли они настоящие или нет, что надо проверить. Первые, видать, настоящие, потому что они не отрицали этого ничего. Но у нас про них ничего не слышно пока. Вот у нас никто на это не говорит. Может быть, это придерживают до выборов, чтобы прямо перед выборами это выкинуть. Я точно. Может быть, проверяют или, знаешь, делают оценку, нужно, не нужно. Я не знаю, в этой глубинной политике хрен поймешь, что у них в голове там происходит. Но я думаю, что это все может быть и выходить из России или может быть выходить из WikiLeaks. А в основном это всегда выходит из WikiLeaks, но кто туда это закидывает, тоже надо проверить. Я не знаю. Может быть, это говорят, что выходит из России. Большому счету мне это, в принципе, по барабану, откуда это выходит. Правда это или неправда? Вот в чем дело. То, что я думаю, что у России, у Путина есть личные счеты с Порошенко или там даже с Коломойским или с Михо Саликашвили. Я все время хочу назвать Шаликашвили. У нас генерал, командующий объединенными штабами был, генерал Шаликашвили. То, что у него вот личная неприязнь к этим людям есть, то, что он все время хочет их показать как плохих людей, я в этом не сомневаюсь, как же они в коррупции участвовали. А он же уже человек такой не в себе, поэтому даже ценой там своего народа или своей страны он может это делать. Я не удивлюсь в этом. Я кратко перескажу содержание. Тут говорилось якобы, если это действительно Байден, действительно Порошенко, якобы речь шла, что в феврале 2016 года они обсуждали то, что Порошенко пообещал, что против Арсения Яценюка не будут открываться уголовные дела после отставки. А тогда Арсений Яценюк был премьер-министром Украины. Потом в аудиозаписи, датированной 11 февраля 2016 года, опять же, голоса, похожие на Байдена и Порошенко, обсуждали то, что якобы Яценюк опасается, что его могут, опять же, закрыть. И в другой записи, опубликованной вчера, за октябрь 2016 года, якобы речь шла, что там якобы Порошенко просил Байдена, якобы, опять же, Байдена, повлиять на Яценюка, потому что Порошенко просил, чтобы тот... Сейчас, сейчас, сейчас... Ну, у них был конфликт, и чтобы Народный фронт, партия, которая выдвинула Яценюка, поддержала ради инициативы Порошенко. Потом якобы там речь шла о Приватбанке, что... То есть банковская судьба, этот банк тогда принадлежал Коломойскому, потом Коломойский вывел оттуда деньги большие, была опасность обанкротить, что банк будет обанкротен, а чтобы все понимали, в Украине, по-моему, больше 20 миллионов пользователей этого банка, он очень удобен. То есть система, на которой он работает, там, Приват-24, она в свое время была самой продвинутой в мире, самой прогрессивной, то есть по ней потом многие программисты в разных странах делали аналоги банковских сервисов онлайн. Да, но она была вообще такой продвинутой банковой, я помню. И она была инфраструктура, была хорошая, он везде был, было удобно. То есть, имея такую карточку, ты можешь рассчитываться, коммуналка, там, интернет, все что угодно, счета, плюс перебрасывать друг другу деньги можешь между счетами, кому угодно, опять же, перебрасывать на карточку деньги. И везде стоят, на каждом углу, фактически, в Украине стоят банкоматы и стоят терминалы, где можно и снимать, и ложить деньги на счет, класть деньги, что стимулировало то, что развивалось. Очень много украинцев им пользовалось, это было удобно. Но когда туда зашли большие деньги, там снимался небольшой процент за каждую транзакцию, естественно, банк очень хорошо зарабатывал на этом, на таком количестве клиентов и на таком количестве операций. Но потом, якобы, считается, что Коломойский вывел оттуда миллиарды, тем самым начал его банкротить. Порошенко якобы отдал приказ, то есть они друг друга в этом обвиняют, что нужно банк национализировать, потому что если он рухнет, рухнет серьезно фактически финансовая система Украины. Банк был национализирован, туда доинвестировали, доложили те деньги, которых не хватало, до сих пор идет уголовное преследование в отношении Коломойского. Коломойский пытается отсудить банк обратно, но сейчас вроде уже проиграл, и Украина приняла законодательство, чтобы не возвращать этот банк ему. Но, с другой стороны, его еще судят за то, что он эти деньги оттуда вынял, и сейчас эти суды еще продолжаются. Но я к тому, что вокруг этого банка очень давно шел конфликт, и якобы тогда министра, то есть не министра, а главу Национального банка Украины после ее отставки обвиняли в том, что она как раз возглавляла наезд, так сказать, на этот банк. Ну там целый ряд о назначениях и увольнениях украинских чиновников, там Кобалева того же, в энергетической сфере. И речь идет, короче говоря, если вот свести к одному, о том, что это внешнее управление, опять же, это точно так же, как первые пленки, если они, конечно, правдивы, что первые, что вторые. Речь шла о возможном внешнем управлении Украиной со стороны, не просто Демпартии, а со стороны вполне конкретных лиц, которые сейчас, опять же, фигурируют в кандидаты в президенты Соединенных Штатов Америки. И поэтому мне стало интересно, потому что против Порошенко сейчас открыт целый ряд, там десятки уголовных дел в Украине, часть из них, на мой взгляд, полностью абсурдны. И не только на мой, я общался с юристами профессиональными, они говорят, что... Ну то есть как бы обвинять Порошенко в том, что он в 2014 году отдал приказы о контрнаступлении на российские войска, это, по-моему, более чем абсурдно. По международному праву, то, что он дал приказы какие-то военные или экономические приказы отдавал, которые там открытые, это не то, что он там беседует с кем-то по телефону из другой страны, и они обсуждают, как управлять страной. А вот то, что он отдает приказы как президенту, у него иммунитет, наверное, поэтому... Они могут быть идиотские приказы, они могут быть плохие, там могут быть люди погибнут, но у него иммунитет. Иначе никакой президент никаких решений принимать никогда не будет, знаешь, потому что они могут оказаться неправильными, и правда, люди могут погибнуть. А если бы он отступил, тоже за это судя, а если бы наступать, тоже судить. Поэтому дается иммунитет этому. Я не знаю о всех этих глубинах, я знаю только одно, или я понимаю одно, что мне вот прям до тошноты неприятно. Это то, что мы все время кричали, что Трампа избрала Россия, что Россия участвовала в наших выборах, что она вмешалась в наши выборы, что Обама их там предупреждал, что то, сё, она ничего этого не происходила. В конце концов выяснили, что вмешательство России в наши выборы было в нескольких рекламных роликах на Ютубе, как и за Клинтон, так и за Трампа, примерно одинаково, что-то на 300 тысяч долларов было инвестировано в это всё. Но это вообще не что, и там просмотров на 4 миллиона просмотров. Ну, фигня какая-то, или 2 миллиона, даже, не помню, даже тысячи просмотров. Что-то такое, ну, маленькое количество, никакого влияния на выборы они не проявили. И в то же время, пока вот это они говорят, в то же время такая активная идёт деятельность, вмешательство в украинское и выборы, и украинское управление страной до такой степени, что там президент звонит и отчитывается, знаешь, перед нашим вице-президентом, даже не президентом, даже не своего ранга человеком. Знаешь, это всё равно, что там украинский там генерал, лейтенант там звонил бы нашему майору и отчитывался перед ним, знаешь, вот мы, значит, закупили серию шин для грузовиков в Канады. Ничего страшного, там, товарищ майор, можно так сделать? Ну, давайте, генерал, действуйте дальше. Я примерно вот это так себе представляю. Поэтому это, ну, лицемерие и двойные такие стандарты, что мне даже противно это как американцу об этом говорить до тошноты. И когда Трамп пытается новому президенту сказать, слушай, там что-то у вас неправильно шло с коррупцией, давай расследуй это. Вот там наш вице-президент был замешан в коррупции у вас. Ему из-за этого устраивают импичмент. Понимаешь? Вот мне это совершенно не... Я понимаю, почему украинцы первоначально были настроены против Трампа. Хотя я тоже это не совсем понимаю. Но их убедили, как и многих американцев, что Трамп там дружит с Путиным, что у Путина есть какие-то там компроматы на него или ещё что-то. Теперь расследование идёт, всё расследовали, выяснили, что всё это брехня, всё это придумано, всё это проплачено как раз Клинтонами, демократической партией. И вот мне к украинцам всё время такое, вот что вы мне пишете? Что вы мне пишете, что Трамп продаст Украину, что он её сольёт Украину? Чего ты не слил? Это писали ещё почти 4 года тому назад. И говорили, и кричали. Но тогда у меня как бы аргументов не было. Может, сольёт, может, не... Я его знает, я же точно не знал. Но я знал точно, что Обама вас слил, что это при Обаме у вас Крым оттяпали, что при Обаме у вас война началась, что Обама, что Конгресс, когда тоже мне пишут украинцы, то это Конгресс заставил Трампа дать летальное оружие. Да ни хрена, потому что Конгресс тогда был республиканский. И Конгресс республиканский при Обаме разрешил дать Украине летальное оружие, а это Обама наложил вето на это, потому что он не хотел с Россией ещё идти на большее обострение. И так было сильно обострено всё. А Трамп пришёл, сказал, да нет, ты хороший мужик, там ты сильный лидер, на те, украинцы, вам летальное оружие, никакого там не было давления, потому что это уже было Конгрессом дано. И потом Конгресс был трамповский, он был республиканский тогда. Поэтому о чём идёт речь, я не знаю, это и сегодня, когда украинцы там ратуют за то, чтобы Трамп проиграл и выиграл Обама, а выиграл Байден, это же при Байдене на вас напали, это же при Байдене с вами случилась вот эта трагедия, реальная трагедия с вашей державой. Что же вы хотите обратно этого Обаму? Потому что Байден это тот же Обама, Клинтон тоже Обама, это одна банда, одна шайка. Когда при Трампе он и северный поток перекрыл, и консульство закрыл российские, и много чего сделал, и на нефть цены опустил, НАТО усилил, до такой степени НАТО усилил, что они теперь все платят свою долю, и он переводит войска из Германии в Польшу. Кстати, кто-то из ваших там политологов умных сказал, что всё, он уходит из Европы, он бросил Европу, всё, ничего, он из Европы не выходит. Да, какие-то войска уходят из Германии, они там не нужны, но ударные силы переводятся в Польшу. Это он для Путина, что ли, делает? Это такой дружеский жест Путина, вот, на тебе на Новый год подарок, мы дивизию ставим в Польшу. Я поэтому не понимаю, когда украинцы начинают говорить, что Трамп урод, а вот Байден нас спасёт. Он уже вас спас, по-моему, один раз, или два раза. Один раз в Крыму, другой раз на Донбассе. Странно мне это, странно мне это слышать и непонятно. Вот эта история действительно странная, во-первых, что у нас не очень смотрят на поступки слушать слова, ну, то есть, как бы, чем более замысловато человек говорит, тем, типа, вот, он, наверное, умный, он, наверное, знает, как лучше, и в итоге как-то уже не обращают внимания, что на самом деле делается. У нас так выбирают постоянно кучу депутатов, которые поколениями уже в этом парламенте, в принципе, эти люди ещё при коммунистах воровались, знаешь, некоторые из них, и продолжают воровать сейчас, но зато, ну, он вроде нормальный мужик, вот, хорошо выглядит, хорошо говорит, что там. Выполняется... Или про кого, про Пальчевского? У меня на службе, ну, в училище ещё я был, в принципе, ещё курсант, был такой один офицер, он был преподавателем, он был красивый, вот, внешне, он был вот в этом, в почётном карауле на Арлингтонском кладбище, вот эти, они там проходят, да, таких рослых берут, ну, тогда брали сейчас уже все, а тогда ты должен был быть таким высоким, ну, как кремлёвские курсанты такие должен был быть. И вот он был мужиком оттуда, он был каплеем, ну, по-армейски капитаном, наверное, ему лет 30 был, ну, взрослый мужик для нас казался, знаешь, такой уже солидный всё, и он вот говорил, он преподавал там у нас военные этики, этики, что надо быть честным, что надо быть там, жить по коду чести, всё, я его слышал, а я ничего не понимал, что он говорит, мне казалось, что он несёт какую-то билиберду нескладную, ну, не складывается предложение, не складываются мысли, ничего такого. И я иногда своим там однокашникам говорил, ребят, по-моему, он, блин, он какой-то, я чуть ни хрена не понимаю, что он говорит, он билиберду какую-то несёт, они говорят, что ты русский, ты вообще английский не понимаешь ни хрена, и он очень умный, он так говорит, это очень умно, нам всем сложно понять, что он говорит, но это потому, что он очень умный мужик. А потом я когда уже был лейтенантом, и всё, ну, мы созваниваемся там, и прошло много лет, мне никто не сообщил, мне потом говорили, подожди, ты что, не знал, что ли? Его же в психушку увезли, он же чокнутый был, он билиберду нес, он это всё, он говорил, он по телефону, когда говорил, телефон был не включен в сеть, он с кем-то говорил по телефону, он был шизофреник полный. Я говорю, так я же вам говорил, что он билиберду несёт, а вы мне говорите, я по-английски не понимаю, он такой умный. Понимаешь, иногда люди думают, что если они чего-то не понимают, то это потому, что он такой умный, а не потому, что он идиот, и он вообще несёт просто какой-то набор умных слов, знаешь, но они между собой, эти слова не связаны ничем, и смысла там вообще никакого нету. Ну, слова такие умные, что ты думаешь, блин, я, наверное, какой-то дурак или что-то, и что-то я не понимаю, что он говорит. Но это бывает такое, да, вот со мной такой случай был. Поэтому не просто, потому что человек внешне красив, просто потому что человек... Ну, вот у нас тоже часто выбирают президента высокого, вот у нас низкого роста никогда президента не будет. Это всегда высокий, всегда такой симпатичный, каризматический человек. Трамп первый, наверное, который... Он тоже высокий, но не такой внешне красивый. Вот Клинтон был очень так, и для этого избирался. Поэтому, да, люди очень часто на внешность обращают, какими словами человек пользуется. А то, что у него каша в башке, это уже не имеет. Ну, да, нужно понимать, что если человек не может вам что-то объяснить, а для него это его работа, то это не ваша проблема, в первую очередь, а его проблема должна быть, чтобы вам объяснить, что он имеет в виду. А они вам думают, что я просто глупее его и не пойму. То есть, есть компетенция понятия, это другое. Ну, то есть, как бы, понятно, есть финансы, есть экономика, есть технологичность какая-то, процессов сложных, промышленных, там, бизнес-процессов, это другое. Понятно, там нужно разбираться. Но, опять же, там можно объяснить простыми словами. Ну, школьникам как-то химию и физику объясняют, и они это понимают в своих классах, и потом всю жизнь некоторые запоминают и помнят это дело. Так же и людям это все объяснить можно. А если люди говорят какие-то сложные термины и плетут из них какие-то витеватые предложения, то, скорее всего, не обязательно, но с большой вероятностью вас просто пытаются надурить. И, к сожалению, такой политический авантюризм работает. По телевизору сейчас включили тысячи таких людей. Это и коммунисты использовали очень. Большевики были гениальны в этом. Знаешь, там, хлеб людям, землю христианам. Это людям было понятно. А когда там, я как сейчас помню, когда вышел Гайдар в Думе, покойный Гайдар, в 90-е годы, и он начал что-то говорить, там, ну, амортизация, инфляция, девальвация произойдет. И Жириновский стал, как ударил кулаком по столу, и говорит, ты по-русски говори, сука, знаешь, потому что что он несет? Это было все непонятно людям. Это очень сложно понять. Надо попроще все это преподнести, чтобы народ схавал. Поэтому да. Тем более у нас когда-то у отца на родине, я просто к чему. Ну, я думаю, многие наши слушатели, кто помнит Советский Союз, те помнят, что ездили лекторы по селам, по городам, по предприятиям. И они постоянно читали лекции по поводу того, как космические корабли браздят просторы Большого театра. И это все по Карлу Марксу, Фридрюху Энгельсу, Ленину и по заветам Ильича. А когда еще Сталина можно было хвалить, то и по заветам Сталина. Но, естественно, это все часто завуулировали такие слова, что большинству было плевать. И у нас есть семья вот на родине отца Винницкой области, в одном из сел, есть семья, которая уже, наверное, третье или четвертое поколение. Ее называют КПРСами по одной простой причине. Когда-то такой лектор приехал, их всех колхозников согнали туда, посадили. Ну, естественно, большинство из них уснуло. Люди вкалывают там какая-то посевная или еще что-то. Работают люди труда. Тут возможность посидеть в тишине. Естественно, большинство отключается. Тем более, он несет полную ахинею от трибуны. Он любили обонатонным голосом. Да. А учитывая, что народ прикольнуться любит, вот один такой мужичок заснул, и его второй сосед под бок, ну, как раз когда пауза, тут там воды выпить или что остановился, этот соседа своего под бок толкает, и говорит, тебя спрашивают, что ты думаешь на этот счет. И он вскакивает, ну, естественно, автоматически сразу. Слава, КПРС. И, ну, тишина, зал, вскакивает мужик, говорит, Слава, он еще неправильно выговаривал, просто аббревиатура, и говорит, Слава, КПРС. И с тех пор вот его КПРСом называли, потом его детей КПРСом называют, и сейчас уже внуки его тоже КПРСом. Вот так вот пристало, да. Ну, знаешь, ты тоже, знаешь, как это вот такой агитатор приезжает в деревню, тоже читает, значит, лекцию, и он говорит, сегодня, значит, мы будем обсуждать два вопроса. Построение сортира и строение светлого будущего коммунизма. Так как фанеру не привезли, сразу переходим ко второму вопросу, потому что второй вопрос лекции в строении светлого будущего коммунизма легче обсуждать, чем в строении сортира, потому что для этого нужна фанера, а ее, блин, нет. Вот так же сразу переходим ко второму вопросу. Ну, да, к сожалению, вот эта история срабатывает это раз, а во-вторых, еще вот у нас то, что происходит, я хотел обсудить, вот мы говорим постоянно пропаганда, источники пропаганды, которые плетут, так сказать, людям в уши совершенно разные такие дикие вещи. У нас сейчас началось... А, подожди, сначала я хотел вот по поводу того, зачем россиянам эта вся история. Они в любом случае разгоняют, я имею в виду с Байденом, с Порошенко, они в любом случае раскачивают, то есть им удобно раскачивать любое направление. Они будут качать, то есть использовать и факты, и ложь, и перевирать, ну, то есть это нужно понимать, что они это делали и будут делать дальше. То есть если у них есть возможность это еще и на фактах построить, что тяжело опровергнуть, они только с радостью это сделают, потому что тогда они будут говорить, что все, что они говорят, правда. И они это тоже, конечно, с удовольствием. Да, конечно, это, ну, правду надо вмешивать, неправду, иначе тебе не будут верить. А тут, конечно, я скажу, что здесь же правда есть. Ну, и потом, знаешь как, они тоже сейчас беспорядки в мире идут, в Америке. Коронавирус этот все уже охренели от него, от изоляции, от того, что экономика рушится. Там это выборы в Америке, в Украине, значит, уже вот это, то, что так был Зеленский популярен, он уже падает, он уже не так популярен, уже много народ, недовольствие там все. И вот подливать это, подливать этот керосин в огонь, это у них здорово получается. Поэтому они начинают раскатить, а тот еще был хуже. И вот эти начинаются споры. Даже вот у меня есть товарищ, Паша, американский дальнобой, ты его знаешь. У нас там даже, у нас были разногласия, по этому поводу. Он честный парень, он то, что говорит, он то и думает. Ну, разногласия у всех бывают. У меня там разногласия были с ним. То, что я считаю, что люди, которые не живут в стране, не платят налоги, не воюют за эту страну, они не должны вмешиваться в внутреннюю политику этой страны. А Паша очень был за Порошенко и против Зеленского. Почему-то он говорил, что я за Зеленского. Я не за Зеленского. Я за того, кого избирает украинский народ. Я вам сразу могу даже сейчас сказать, я буду за следующего вашего президента. Если вы следующего выберете демократическим путем, то я и за него буду. Я за ваш выбор. Потому что я не украинец. Паша, он, что называется, такой патриот Украины. Но он живет в Америке, работает в Америке, платит налоги в Америке. Но он считает, что ему, это многие в украинской диаспоре здесь, им лучше, виднее, что происходит в Украине, чем самим украинцам там. И поэтому им надо рассказать, как надо жить. Они имеют на это право. Они имеют на это право, я считаю, морального права нет, но право они имеют на свое мнение, на свой подход к этому. У меня другое мнение. Я, допустим, знаю много евреев, которые тоже считают, что они должны участвовать в выборах в Израиле. Я говорю, ты служил в израильской армии? Нет. Ты воевуешь? Нет. Ты там плачешь? Ты живешь там? Нет. Так что ты лезешь туда? Давай нашими выборами заниматься здесь, в Америке. Но у каждого есть свое мнение. Поэтому я не знаю, с чего. А, я начал с того, что вот после того видео, видео, которое Муждабаев выдал, Паша Дальновой провел с ним интервью, поэтому, зачем же ты сказал, что проблема Америка – это белые иммигранты из СССР. Ну, Муждабеев вывел это в сторону. Потом, конечно, начал антисемитские какие-то высказывания опять эти, что в Израиле, в Америке, на Брайтон-Бич, там эти русские, ну, имеется в виду русские евреи из Советского Союза, унижают черных, унижают тех, все идиоты у них. Все. И в Израиле то же самое. В Израиле, значит, вот эти евреи из Советского Союза, они сидят на одних пособиях, а Пашу спрашивают, откуда вот ты знаешь, ты-то откуда знаешь? И они унижают там местных евреев, которые чуть темнее кожи, чем европейские евреи. Он говорит, я знаю, потому что моя сестра там живет. Моя сестра, она не еврейка, она мусульманка, татарка, но она замужем за еврея, вот она уехала туда, и она мне рассказывает. Ну, Сема ему напел, в общем, как евреи относятся между собой в Израиле. Вот я не понимаю. И вот зачем он это расскажет, что он рассказывает? Получается, значит, то, что его сестра, мусульманка, татарка, она не говорит, что меня евреи там унижают, или против меня расизм какой-то. Она говорит, что они между собой... Со мной-то все хорошо, нет, ко мне они прекрасно относятся, все, я ничего не чувствую, но вот там вот эти евреи с Европы, евреи там с Африки, они друг друга там унижают, и вот эти евреи с Европы, с Советского Союза, они плохие. И вот он это... Зачем он это делает? Зачем он разжигает это? И в то же время он обновленно говорит, да я не знаю, я просто рассказываю, что я слышал, вот то, что мне рассказывали. Я не понимаю, зачем это люди делают. Не понимаю, я же то же самое могу про татар сказать, про чеченцев, про ингушей, про крымских татар. Они все готовили лошадь белую подарить Сталину. Есть такая мулька, что когда... Не Сталину, а Гитлеру, что когда придет. Это, да, легенда на Советском Союзе. Они подарят ему... У меня всегда был вопрос, это одна и та же лошадь, они гоняют ее все время с Кавказа в Крым, с Крыма обратно на Кавказ. Они должны были еще цыган приплести, чтобы цыгане угоняют, а потом снова... Цыгане, наверное, лошадь. Да. Гитлеру. Ну, цыгане не могли, цыгане были как ивряники. Они должны были быть истреблены, так что они не могли ничего подарить. Но вот их, как бы, весь народ, детей, женщин, стариков, всех выслал Сталин, потому что они готовили эту лошадь. Ну, давай вот, Айдар, я буду ходить и рассказывать, потому что мне же тоже это кто-то рассказал, эту историю. Ну, то, что это полная брехня, и то, что это были сталинские эти басни, чтобы наказать целый народ. Я буду ходить и сказать, я не знаю, лично, я не знаю, готовили вы лошадь или не готовили вы белую лошадь. Может быть, она была не совсем белая лошадь. Может, это была не лошадь. Может быть, это был верблюд. Я не знаю. Но вы что-то готовили подарить Гитлеру. Поэтому вас всех надо было истребить. И поэтому... Ну, я просто так слышал. Вот и все. Ну, это журналистика называется, или это политика называется. Зачем это такой... Я всегда против, чтобы расчленять. Он у нас расчленяет, расчленяет наше общество. Пару дней тому назад у нас сейчас такая есть вещь. Я это не смотрю. Я этого не понимаю. Но многие американцы любят. Называется Нескар. Это когда машины гоняют, гоночные машины, гонки машин. И вот они несутся по кругу с какой-то ошеломительной скоростью. Летят, гремят. Потом все подбегают. Колеса там что-то меняют. Они опять... Я не вижу никакого... Там интереса у меня нет. Но сидеть два часа... Смотрите, я не вижу. И потом скажете, кто выиграл. Хорошо. Ну, многим это людям нравится. Видимо, там иногда они переворачиваются. И вот есть один парень. Он черный. Чернокожий. И кто-то, какой-то урод повесил ему в гараже петлю. На которой как линчинг. Это очень такое оскорбительное, унизительное, российское такое выступление. И вот этот парень сказал, кто это мне сделал, зачем. И все гонщики, все ребята. И это ассоциация сказали, мы добьемся, мы узнаем, кто это сделал, мы найдем. Есть камеры, найдем. И этот человек будет наказан такое сделать. Так все ребята пошли и толкали его машину. Он шел впереди. И он нес плакат, где было написано, мы все вместе. Мы все вместе. Мы живем в одной стране. Мы много лет живем в одной стране. Мы воюем вместе. Мы болеем вместе. Мы трудимся на эту страну вместе. Мы погибаем за ней вместе. Я знал много чернокожих, с которыми я служил прекрасными воинами, с эмигрантами, с латинус, отличные морпехи. Вот что, надо объединять. Мы все вместе. А вот это вот раскол, когда они там отгородили себе два квартала, это их черная там страна какая-то. Вот это и есть расизм. Так это объединяется. Я все время говорю, что я излюсь на этих людей в Украине, которые все время пытаются расколоть Украину на западных, на восточных, на лугандонов, или как там еще их называют, и на адеситов, на евреев, на татар, на тех, на всех. Нет, вы все там, венгалы, все вместе. Все вместе. Если вы считаете, что вы украинец, то вы все вместе, как и мы. Если мы считаем, что мы американцы, то мы все вместе. Мы не должны себя делить на какие-то разные там, ты живешь на этой улице, а я на той. Знаешь, в детстве у нас такое было. Вот эти, они пришли с другой улицы, надо их побить. Чего, зачем, непонятно. Вот они с другой улицы пришли на нашу улицу. Это наша улица. Вот эти понятия не знаю. Ну, тогда было мало мозгово, много тестостерона, потому у всех в молодости нужно было образ врага какой-то, чтобы как бы самоутвердиться за его счет. А сейчас-то вроде как люди повзрослее немножко стали. Я просто наблюдаю такую историю интересную, что у нас сейчас, кстати, про побить улицу и так далее, в Украине начинают происходить интересные вещи. Пророссийские силы пытаются доказать, что они тоже могут выступать на улице, ну, то есть как бы демократически они могут делать все, что угодно, да, но они пытаются навязать силовой вариант. Вот с начала войны я объясню немножко нашим зрителям, если раньше были условно левые, там коммунисты, социалисты, условно националисты, причем левые имели серьезную поддержку государства, как правило, как ни странно, да, у нас страна капиталистическая считалась, но левые радикалы, как правило, сотрудничали с СБУ, там молодежное крыло компартии тренировалось вместе с СБУ и МВД, они кого надо было избивали и так далее. Это еще постсоветская старая традиция оставалась. А националисты, то есть более правые, они наоборот, как раз за ними гонялись, за националистами их выслеживали, их садили в тюрьму и так далее. Но началась война в 2014 году и ситуация немножко поменялась. Самые отбитые леваки, они уехали воевать против Украины, не все, то есть там были люди, которые все-таки, у которых здравый смысл и патриотизм возобладал, и они даже пошли некоторые из них за Украину воевать. Но многие пророссийские леваки, они уехали в первую очередь воевать против Украины. А тем самым, самые такие отмороженные, так сказать, уехали из Киева, из Харькова, из Запорожья, из всех этих городов, то есть они уехали. Националисты же наоборот, они бросились воевать за Украину в большинстве своем, то есть как бы это движение как раз получило симпатии со стороны общества. Наше общество украинское, оно вообще нейтрально очень долго было, ему вообще плевать было на идеологию, на все, красными флагами, они нас как бы защищают, а вот те, что красные со звездой цепляли, они нас вроде как убивают, и у людей многое начало остановиться на место. И потому ситуация поменялась, то есть как бы лево радикалов на улицах Киева и многих городов Украины не было вот 6 лет. И сейчас постепенно они под разными соусами начинают снова создавать свои группировки, то есть пахнет выборами, если говорить о другом. Вот в Америке идут выборы, в Украине осенью будут местные выборы, и все чаще появляются слухи о том, что у нас могут быть досрочные парламентские. И очевидно, что россияне, как я говорил, захватывают через своих людей телевизор в Украине, то есть телевизор у нас уже в основном пророссийский, там с небольшими исключениями, пациентов на 70-80 примерно. Ну такой, латентно пророссийский, скрывающийся пророссийский, откровенно пророссийский. то сейчас они пытаются отвоевать улицу, там есть такой блогер... Я думаю, что они никуда не приглашают. В Украине, ну как, приглашают, вот на два слова. И, собственно говоря, и сейчас вот... Вот я теперь точно уверен, что ты не пророссийский. Но видишь, один из... Если ты пока меня приглашаешь, ты не пророссийский, так как все остальные уже пророссийские. Один из лакмусов. А, кстати, интересная история. Тебя, я видел, мы как раз общались где-то недели три или четыре назад, ты говорил, что тебя никуда не приглашают, и как раз, я так понимаю, тебя услышали, потому что тогда начали что-то включать. На один плюс один тебя включили. И еще на несколько каналов тоже я видел, что у тебя были эфиры. Не, не, а только вот у Василия на Sobi News. А, ты... Так все. Больше нигде... Понимаешь, дело все в том... Да нет, дело все в том, что я хочу сказать, мне сейчас начнут писать, да вы, Юрий, не переживайте, послушайте, я не переживаю за это. Дело все в том, что я это говорю полу... смехаясь над этим. Я говорю это, потому что меня приглашают. Меня приглашают практически на все российские каналы. Первый канал на НТВ, на 60 минут, к Соловьеву. Я не хожу на эти каналы. Они мне предлагают и деньги, и полеты, и гостиницу пятизвездочную. Я не хожу на эти каналы. Я не хожу на российский канал или пророссийский канал. Я ходил в Украине на много каналов. Я когда узнавал, благодаря также Андрею, что это пророссийский, потому что раньше мне было сложно разобраться, где что. чего сейчас я уже немного разбираюсь, понимаю, чем я здесь. Я даже в Америке не хожу на те каналы, которые я считаю пророссийскими или соровскими, соровскими каналами. И поэтому, в принципе, не остается они. Правда, все заняты. Или они пророссийские, или они соровские. И поэтому у меня очень так две или три платформы, на которых я выступаю. И подписчиков там, я не знаю, по-моему, у Василия больше всего там сто с чем-то тысяч подписчиков. А так, что тоже не есть много. Но неважно. Дело в том, что я считаю, что ты абсолютно прав. Я за. Я за то, чтобы были и пророссийские каналы, и прокитайские, и произраильские. Что у Вас может быть и коммунистическая партия там, и пророссийская партия. Все. Это все хорошо, и все это у Вас должно быть, как в любом свободном демократическом обществе, но не во время войны. Не во время войны. Если у Вас идет вооруженный конфликт, или у Вас идет какая-то, кто-то у Вас оккупировал Вашу территорию, Вы не можете давать им вещать. Вот в этом случае не работает. Если у Вас установленная демократия, если Вы демократическое общество, у Вас в принципе никакой войны не с кем. То да, почему нет? Пусть каждый высказывает, что он хочет высказать, и давайте аргументировать. Но дело все в том, что Россия проиграла с Вами. Она проигрывает. Любой диктатор, любой вот этот диктатор, любой тиран, они сначала действуют обманом. Они сначала хотят Вас обмануть. Если у них обман не получается, они используют насилие. Евреев во время Второй мировой войны, евреев обманули. Они недобровольно пошли на все это, их обманули. Там была целая схема обмана, брать там теплые носки, вот вам открытки, что пишут, там Вас спасают от местных вот этих антисемитов-хохлов, которые Вас... Поэтому мы Вас спасаем, мы Вас вывозим от них, потому что они здесь ходят пьяные и Вас насилуют. Это большой обман шоу. Вы помните, как немецкая армия к Вам относилась в Первую мировую войну, а как русская армия к Вам относилась в Первую мировую войну. Да, эти Вас грабили, насиловали, а мы-то были джентльменами. Айхман был гений в этом, такой злой гений. Он выводил, вводил, ночью он выводил эсэсовцев, 150 человек, а днем он их вводил, чтобы все видели, и всем казалось, что каждый день приходит по 150 эсэсовцев в город, что их очень много, что противостоять невозможно. Много разных трюков было. Когда это не срабатывает, начинается насилие. И вот с Вами сначала тоже они Вас обманывали, 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 не получается, началось насилие. Началось насилие. Возбудили народ, началось насилие. Поэтому продолжать давать им Вас себя обманывать, это тупо. Тогда Вы заслуживаете, чего Вы заслуживаете. Поэтому, да, поэтому очень сложно у Вас выступать в каких-то СМИ. Практически. для наших слушателей, возможно, кто вот слышит, я уверен, на российских каналах, на иностранных, российскоязычных каналах часто говорят, что в Украине вот фашизм, якобы ущемление русских, да, и якобы вот преследуем, мы предвзято относимся к русским. У нас чернокожих, да? Ну, практически, да. Типа рассказывают о том, что это происходит. Но и вот у нас, мол, большая диаспора российская, у нас много русскоязычных, и вот мы такие-сякие фашисты, вот тут едим их младенцев и всячески ущемляем. Но дело в чем, что на самом деле ведь это большая ложь, построенная на мелочах. И главная мелочь, это вот они другим цивилизованным странам объясняют. Вот смотрите, у Вас там условно, если у Вас в Америке, у Вас много там мексиканцев живет, ну, то есть выходцев из латиноамериканских стран, много выходцев там из бывшего Советского Союза, из лагеря, восточной Европы, много выходцев из Китая, там, из Японии, из разных стран, собственно, это страна иммигрантов во многом. И вот им же никто не мешает между собой общаться на своем языке, свои какие-то локальные каналы делать, свои клубы, братство, землячество и всячески якобы развивать свою культуру родную, сохранять ее. А вот украинцы такие-сякие русским не дают сохранять. Во-первых, это большая ложь, потому что, ну, ты сам знаешь, в Киеве ведь, попробуй найти кого-то, кто говорит на русском языке, правда, все исключительно бьют за русский язык на улице. со шмайзерами ходят и сразу чуть что, сразу к стенке по-русски нельзя говорить. Вендеровцы ходят со шмайзерами. Да. А во-вторых, абсолютно, я просто, не, я просто, ну, договорю, я просто к тому, что, а во-вторых, эта история ведь заключается в том, что, во-первых, никаких ущемлений нет, просто есть просьба придерживаться государственного языка, там, на службе, госслужбе, еще там, по ряду направлений, но, при этом, почему украинцы настороженно относятся к этим русскоязычным каналам, особенно информационным источникам информации, которые хвалят там Путина или рассказывают, что Россия норма, потому что, если бы эти каналы отстаивали интересы, скажем так, русскоязычных, либо там, русских украинцев интересы, имеется в виду не интересы Кремля, а именно их, вот эта община, это было бы нормально. Ну, то есть, как бы, мы украинцы разные, есть этнические украинцы, я, к примеру, поколений на, по одному направлению на 6, по второму на 7, я знаю, что, скорее всего, я украинец, то есть, я имею в виду, что и там, и там украинцы у меня в роду, дальше я не знаю, ну, то есть, что там дальше было. Есть у меня друзья евреи украинские, русские по происхождению этнические украинцы, поляки, болгары, чехи, ну, то есть, немцы, и это нормально, но мы все украинцы. Да, я, нет, я неблагонадежный, знаешь. Это вот, я на этой передаче, перед тем, как я был, я уже вторую передачу, я просто в шоке, потому что, ну, я думал, что в Америке, но такого не может быть, человек вырос в Америке, все, он тут мне вдруг начал гнать про российскую какую-то херню, в общем, ну, не важно, это, ну, это везде бывает, знаешь, у нас думают, что у нас все черные восстали, что у нас все чернокожие, да ничего подобного, большинство чернокожих, у нас абсолютно нормальные люди, у нас тут в Майами вообще, это много чернокожих из Кубы, там, из Венезуэлы, из Африки, с Гаити, которые, они говорят, ну, наоборот, мы тут жизнь готовы были отдать, чтобы в Америку попасть, потому что здесь нет никакого расизма, потому что мы здесь можем работать, учиться, чего-то добиваться, никогда на нас никакой там косо не посмотрел, он никакой белый, да, один раз там был случай, что там какой-то белый мне сказал, чтобы я это, что я там, не знаю, дурак, вот, я на него обиделся, это везде бывает, так, это везде так есть, и когда мне там начинают говорить про Украину, знаешь, у меня был такой случай один раз, когда я приезжаю сюда, я говорю, ну, вот, я же русский, они же не знают, что я американец, я хожу по Киеву там, по другим городам, ну, хрен там с ним, Днепр, и там Одесса, и Харьков, ну, там вообще не найдешь никого, кто говорит по-украински, да, но если ты их только очень там, попросишь, они начинают с тобой по-украински говорить, а так это первоначально, они с тобой сразу общаются по-русски, и говорю, поэтому это чушь собачь, более того, ну, я во Львове был, я был в этом, тоже город недалеко от Львова, Львова, Ивано-Франковск, Тернополь, ровно, Тернополе был, в Тернополе, я говорю, был, ну, да, они говорят там по-украински, но если ты обращаешься к ним по-русски, они моментально переходят на русский язык, они понимают, что может быть тебе, или ты, они продолжают говорить по-украински, и ты говоришь, знаете, я не понимаю, что по-украински, они моментально, без всякого, переходят, там, 99,90, один раз я зашел в метро в Киеве, и я не знаю, куда ехать, я не могу понять, как станция называется, что-то я не помню, что-то я не могу понять, я эту, которая сидит в этой будке, в каких-то погонах, я говорю, вы мне не подскажете, как туда-то туда ехать, она мне отвечает по-украински, я говорю, вы знаете, я не понимаю по-украински, вы могли бы мне по-русски сказать, или еще что-то, она мне говорит, не, я по-русски не разговариваю, это Украина, в общем, да, идет там какая-то девушка, я ее спрашиваю, она мне объясняет, где мне надо сделать пересадку, я прихожу, встречаюсь со своими друзьями, американцы, то, что мы называем русские американцы, я даже не знаю, откуда они все, мы сидим в ресторане, я им рассказываю эту историю, они мне говорят, вот видишь, мы же тебе говорили про украинцев, какие они, я говорю, подождите, это какая-то дура из деревни, может быть, она и правда по-русски не говорит, я не знаю, но она явно не интеллектуально развита, она сидит в будке весь день, у нее два рычага в этой будке, и вот она смотрит, как люди туда-обратно и по эскалатору, я говорю, один из тысячи попался, такой человек, и то непонятно почему, может она, может она, может она даже нормальная, но действительно, у нас немного людей, но есть, что там жили на Западной Украине, потом уехали в Польшу, вернулись сюда, и они не понимают по-русски, реально не понимают, ну таких не много, но не есть. Нет, она понимала, что я говорил, это явно она понимает, я так, я знал, я сначала думал, что он придуряется, этот парень, я знал солдата, украинского солдата, из этой, из этого бригады, вот этого генерала, которого убили, я забыл фамилию, на вертолете, которого сбили. Кульчевского, это нацгвардия, второй батальон. Парень такой, небольшого роста был, такой маленький, ну шустрый такой был, и он мне говорит, я не говорю по-русски, я понимаю, но говорить не могу. Он говорит, я разумею все, но не могу говорить. И вот мы, но мы с ним общались, он все понимает, что я говорю, и пытается мне медленно говорить по-украински, и он говорит, но он не специально это делал, он правда не мог говорить, он из какой-то деревни, откуда-то там, западной деревни, и он мне говорит, я никогда не говорил по-русски, я понимаю, но сказать ничего не могу. Ну вот были такие люди, но это же не значит, что ты антиразивный, антирусский, потому что ты антироссийский, но не обозначает, что ты антирусский. Люди сразу хватаются за это, понимаешь, и раздувают, раздувают из ничего, лишь бы вот внести раскол, лишь бы внести, знаешь, в АТО большинство солдат, которых я знал, видел, они говорили по-русски, кричали по-русски, и команды отдавали по-русски, потому что они, видимо, или учились, или знали команды по-русски. Ну и что? Знаешь, ничего, это, я считаю, что люди делали, раздувают из ничего огромную. Ну и еще такой момент, для американцев нужно понять, что одно дело, когда, то есть люди развивают свою региональную культуру, то есть они культивируют, что вот, к примеру, латиноамериканцы, которые живут в Америке, они понимают, что они хотят быть гражданами Соединенных Штатов Америки, они всячески гордятся тем, что они граждане Соединенных Штатов Америки, но пытаются сохранить свою родную культуру, это одно. А другое дело, есть в трех поколений, которые не говорят по-английски, третье поколение живет по-английски, не говорят. Но они ведь не хотят, чтобы их штат присоединился к стране, из которой они уехали. А у нас такие... Нет, они не хотят, чтобы я говорил по-испански, они не настаивают, чтобы я говорил по-испански. Знаешь, Ну, я к тому веду, что это одно, это нормально, то есть как бы имеют право. А другое дело, это когда как бы отнеслись американцы, если условно у вас бы была война с Мексикой, и мексиканцы, которые живут на территории Соединенных Штатов Америки, начали бы на своих каналах, в своих собраниях говорить, что американцам нужно сдаться, надо присоединить наши штаты к Америке. Нет, так я больше того говорю, Андрей, я даже больше того говорю, даже если бы они это говорили по-английски, а не по-испански. Совершенно верно. Нет, я не про языки. Если у вас идет война, и у вас идет война там, или военный конфликт, я не могу назвать это чисто войной, но вооруженный конфликт у вас идет с Россией, то даже если вы будете на чисто украинском говорить языке про российские вещи, то это тоже нельзя показывать по каналам, я против этого. Уже есть. Пока у вас идет вооруженный конфликт, пока у вас территория оккупирована чужими войсками, вещать на любом языке, хоть на татаро-еврейском языке, вещать про оппозиционные силы в пользу оппозиционных сил нельзя. Нельзя давать им пищу. Нельзя вставать в это видео. То, что ты говоришь, уже произошло. Они быстро приспособились к языковым квотам, к языковому, вот у нас есть квоты на телевидении, они приспособились. Сейчас Ньюс Ван, 112, Тезик, наш телеканал, вот эти все телеканалы, Пула, Интер, Пула, по сути, пророссийских сил, они ведь ведущих перевели на украинский, прекрасно говорят на украинском языке и пиарят Путина теперь на украинском языке. То есть у них это хорошо получается. Но я к тому говорю, что преследование идет не за то, что человек принадлежит этнически к другой группе, в Украине какой-то неправильной. У нас преследование в основном и возмущение в обществе вызывает, когда люди начинают призывать нас сдаться и призывать нас отказаться от своей страны в пользу чужой страны, которая против нас воюет. Вот тогда, да, тогда мы злимся, тогда мы превращаемся в тех самых нациков кровожадных, на которых потом вешают черти что, потому что мы хотим выжить. И это вполне нормально. Да, видишь, вы тоже, получается, евреев какой-то, пытаетесь выжить, и вас в этом... Да, все мы евреи. Что вы хотите жить, да, это нельзя так. Так, найдите компромисс. А компромисс таков, что вам нужно сдаться и умереть. Это вот тогда компромисс будет нормальный. У меня вчера или позавчера была программа с одними из Нью-Йорка, и был у нас такой спор, потому что они говорят, что все равно мы должны быть в демократической партии, потому что мы тогда проголосуем за своего человека, потому что республиканская партия в Нью-Йорке не имеет шанса. Тогда хотя бы наш человек будет там в Конгрессе. Я имел аргументы, говорю, нет, вы тогда коллаборанты, вы одеваете их мундир, вы встаете в их... Они говорят, нет, это компромисс. Тогда мы компромисс... Это не компромисс. Вы одеваете их мундир, вы встаете в их ряды. Это не компромисс. Нет, а что, вы никогда компромисс не входили? Так я ему сказал, я говорю, вам мужчина когда-нибудь предлагал секс? Ну, мужик, это мужик был. Он говорит, ну вот я говорю, вот найдите компромисс. Можно найти? Идите и ищите компромисс. Пока он вас не забубенит, какой еще может быть компромисс? Вот тогда вы пришли к компромиссу. То же самое, как вы говорите. Мы же не в СС будем служить, а только будем в Вермахте или полицаем. Нет, все, вы коллаборанты, вы вошли в их ряды. Поэтому если вы начинаете за их деньги пиарить их, врагов своих, значит, вы коллаборанты. А вот то, что вы мне будете мозги парить, говорить, не, я вступил в коммунистическую партию, чтобы бороться с ними изнутри, идите в жопу, никакую вы изнутри, ни с кем вы не боролись, ничего вы не делали. Как будто вы во время собрания коммунистической партии вставали и говорили, а я против этого, я вот против того, чтобы обучали ленинизму, коммунизму. Все, вы врежете. Мой папа был в коммунистической партии. Просто потому, что по работе, иначе бы ему не дали эту должность. Вот и все. Вы или были оппортунистами, или идиотами. Вот, на которые вступали и тупо верили там. Ну, в основном 90%. Я думаю, все-таки это были оппортунисты, чтобы продвинуться по службе куда-то. А так, в конце уже никто там не верил в это. Ну, морочить мне голову, парить мне мозги, что вы вступили в коммунистическую партию, чтобы с ней бороться изнутри. Да бред собачий. Так что точно так же и здесь. Точно так же, как и у вас. Не надо мне говорить, что вы там в вышиванке сейчас выступаете по телеку и гоните вот эту всю фигню. А на самом деле вы внедряете раскол в украинское общество и играете на пользу Путину. Я уже начинаю, даже я, с твоими маленькими военными мозгами уже вижу, кто это и как это делает. Поэтому я иногда начинаю злиться. Но иногда я молчу, но когда там еврейский вопрос поднимается, тогда я уже начинаю, конечно, вопить, как свиньяк. Не кашет на свиньяк, а как баран. А бараны тоже не вопят. Нет, что кричат. Как осен. Если... Начинают гудеть. Но еще одна история. Я смотрю, у нас один из друзей в Фейсбуке как раз под анонсом сегодняшнего эфира сбросил забавный ролик. Я так понимаю, это с протестом нынешних. Ветеран подходит в Соединенных Штатах в форме, подходит к протестующим, говорит, а вам что, не нравится жить в этой стране? И там какая-то женщина начинает кричать, что, до нас ужасная страна, там куча всего, там начинают. И он не выдерживает, в итоге поворачивается в полицейский, говорит, все нормально, все нормально. Ну, она имеет право. А дедушка... Да, он стрейчок, он со Второй мировой войны. Он в форме Второй мировой войны такой. Факинг ган застрелит, и что тут... Да, я сейчас их всех тут положу, блин. Он говорит, я... Да, я в Махаби, что-то там воевал. Да, есть такие. И... И что, его можно обвинять сколько угодно, в чем угодно, он тоже имеет на это право? То есть это человек, который проливал свою кровь? Он имеет право, он не имеет право это делать в мундире, но я думаю, что вот таким ветеранам, которые уже стали... Если я это сделаю, мне дадут по шее. Ну, понятно. Он там, он капрал какой-то там, и он уже Второй мировой войны мундир напялил. Поэтому я думаю, что ему простят это, и там полицейские его охраняли. У меня был такой случай, мой хороший, такой любимый человек, мне его зовут, его можно на интернете увидеть, в гугле он написал книжку. Его зовут Дэвид Высния. Высния, как вишня по-польски. Он польский еврей. Был в гетто, попал в... Избежал, его поймали, всю семью расстреляли. И его отправили в Освенцум. В Освенцуме он там снимал тела с... Он говорил по-немецки, по-русски. Ну, много языков знал, он был певцом. И он услышал, что там все, кто 18 лет сюда, всем, кому меньше там 16 и туда. Ну, в общем, он понял. И он сказал, что ему на два года больше, 18 его отправили на работу. И, в общем, потом узнали, что он поет. И вот два года в Освенцуме, он дольше всего продержался в Освенцуме. И он пел у них в клубе, там, в этом, где они развлекались. Он пел на разных языках. Таким образом, он выжил. И он два раза бежал из Освенцума. Его один раз расстреливали, один раз вешали. В общем, история неимоверная. Можно ее посмотреть в интернете. И он, в конце концов, сбежал. И наорвался на 101-ю десантную дивизию. И подумал, что это русский, потому что он звезду увидел. Только звезда была белая, а он не понимал. Он увидел, что звезда, он думал, что это русский. Стал по-русски, они не понимали. В общем, он понял, что это американцы. Стал по-английски с ними говорить. В общем, он попал в эту дивизию и воевал в ней до конца войны. Сначала они ему дали еду, потом они ему дали одежду. А какая одежда? А потом там такая была убойная сила, что, в конце концов, они просто думали, что он старый солдат, который говорит на многих языках. Во Франции уже его использовали как переводчика. А когда уже отправляли всех домой, то у него никаких документов нет. Знаешь, это десантники. Они говорили, или все, или никто. И пришел какой-то дятел из Госдеп. Он дал клятву, ему дали паспорт, и он в Америке. Ему сейчас 95 лет. Он еще жив. Этот человек. Но я забыл, о чем мы говорили, потому что я хотел его привести. По поводу ветерана, который ругался, и ему за это ничто, скорее всего, ты говоришь, не будет. У нас был ужин в помощь. Я все время хотел создать для украинских ветеранов и для украинской армии среди украинской диаспоры. Я много украинцев с украинской диаспоры приглашал на эти ужины, где мы собираем деньги и помощь на израильскую армию, еврейская диаспора. И он там всегда такой почетный гость. Так как он воин, так как он выжил в Холокосте, так как он воевал. И он еще и поет. Он иногда может спеть. А там протестовали какие-то придурки за Палестину. Смерть евреям, Палестина. Ходил там человек 20, не знаю, 30. Ну и полиция, конечно, стояла, их близко к нам не пропускала. А я этого Дэвида подвозил, потому что он уже старенький. И так ему можно, значит, подъехать к самому входу. И он стоит, слушает, что они говорят. Он говорит, подожди, что они говорят. Они кричат, смерть евреям, смерть Палестине. Я говорю, Дэвид, а я в мундире. Я говорю, Дэвид, не обращай внимания, идем. Нам надо там сесть за стол, тебя все ждут. Он говорит, хорошо, хорошо, идем. Мы заходим в это, в это там, тысячу, две тысячи человек, знаешь. И смотрю, мне говорят, а где он? Он куда-то пропал, его нету. Я же сообразил. Я бегу обратно, выхожу. А там, знаешь, террористическое, ничего не было, железо, все. А на мне все эти медальки, все это звенит. В общем, пока я вышел, пока я зашел, я убегаю. Он полиция стоит, его окружила. Ему говорят, господин, мы знаем, отдайте вилку, отдайте вилку. Я слышал, отдайте вилку. Он схватил вилку и пошел на них с вилкой. Он говорит, я их сейчас всех убью, к чертой мать. Я говорю, Дэвид, ты делаешь то, что они хотят, что ты обратил на них. Вот такой важный и мудрый человек обратил на них внимание. Я говорю, отдай мне, пожалуйста, вилку, потому что полиция тебя не хочет трогать. Говорит, ну, ты уважаемый пожилой человек, но вилку тебе отдай мне. Я говорю, отдай вилку, мы их потом убьем, после ужина. Они никуда не денутся. В общем, он мне еле-еле отдал вилку, но он был готов. Но он примерно был, как вот этот ветеран такой же. Он говорит, дайте мне что-нибудь, я их замочу на этих гадов. Слушай, люди, которые пережили такое в жизни, люди, которые, конечно, они будут так реагировать на это. Да, и вот, к сожалению, такие вещи оставляют след. Ну, может, и к счастью, это позволяет потом выживать и людям, и их потомкам. Такая память, она очень важна. Потому, когда говорят, что вот сейчас помиритесь, у вас будет все хорошо с Россией. Ну, нет, долго еще не будет, потому что очень много людей, которые... Видишь, нам евреям опять повезло, у нас нет братского народа. Ну, видишь, у нас братский народ тоже сомнительный, знаешь. У нас... Они говорят, что братский. Так вот, в сон-то себе беда. У нас нет ни одного народа, когда говорят, скажите, евреи, это у нас братский народ. У нас нет ни у кого, ни у кого больше спросить. Но для русских для нас подкидыши. На самом деле у нас, знаешь, с русскими мы не братский народ, но мы разные народы, но с очень глубоким уровнем взаимопроникновения исторического. Вот в чем дело. Это как, знаешь, вот ирландцы и англичане, никто не скажет, что это один народ, но это два разных народа. Но ирландцы и англичане столько лет жили, то есть ирландцы жили под правительством, фактически английским правительством лондонским, что ирландские генералы, адмиралы делали карьеры. Ирландские финансисты, ирландские писатели делали английскую культуру довольно часто. И вот это... А англичане, в свою очередь, заселяли Ирландию. И почему там потом кровопролитное до сих пор остановиться нормально не может в Белфасте и в Северной Ирландии. Но как бы это два разных народа, и они даже, более того, они постоянно между собой воевали. Постоянно. Но в силу исторического сложившегося факта, они очень сильно проникли друг в друга исторически и культурно. И вот у нас с русскими, мы не братские народы, но многие украинцы добивались, сделали науку русскую, так же как и евреи, собственно говоря. Делали искусство, литературу, политические мысли, военные достижения. И потому они считают, что мы их кусок. Но украинцы могут быть отдельно. Мы отдельный народ. То есть те украинцы, которые вам что-то строили, можете быть им благодарны, но не надо идти к нам обниматься постоянно в связи с этим. Вот это я пытаюсь донести. Что как бы, ну, не надо нас путать с теми украинцами, которые у вас там живут. И то, не все там украинцы, которые живут, такого настроя. А я вот вижу реакцию сейчас очень много, я не знаю, мы уже обсуждали это отчасти на прошлых эфирах. Реакция по поводу вставания на колени. Я вижу, очень такая резко идет у многих людей как раз выход из советского, постсоветского пространства. И вам рассказывают о том, я вижу, что это совсем другой смысл несет. И это совсем не то, что как бы, что у нас, что вставание на колени. Первоначально это несло другой смысл. Первоначально это было добровольно. Это началось у нас с футбольной, с игрока в футболь, с футбольного игрока. Потом это все утихло, и уже никто ничего этого не делал. Но сейчас это имеет, конечно, совершенно другой смысл. Ну, абсолютно другой смысл. Ничего общего это не имеет. Вообще вся вот эта вот фигня, что творится по всему миру сегодня в Италии переименовали улицу Флойда в этого, в этого бандюга. Ну, с ума сходи. Памятники сносят, сносят памятники. И вообще в Вашингтоне у нас как раз есть памятник Шевченко. По-моему, они тоже хотели его снести. Им полиция не дала, потому что все-таки там федеральная. Рабовладимый главный. Федеральный суд. А? Главный рабовладимый. Чувак крепостным родился вообще. Он крепостной сам был, да. Не, ну, там много таких этих. Есть памятник Раулю Валенбергу, который там спас много евреев в Венгрии. Его памятник снесли. Снесли идиоты, в общем. Ну, это такие большевики, анархисты, которые просто сами не знают, чего они хотят. Вот они хотят бунта. Желают и их подпитывают этим и подкармливают. Поэтому такое происходит. Но я думаю, что успокоится это все после выборов. До выборов это будет вот это. Не это, так что-то другое они придумают. Не другое, так третье. Ну, смотри, к чему такая ненависть к другому мнению. То есть, когда говорят, мол, нужно прислушиваться условно к демократическим людям, которые либеральные ценности какие-то несут. Но у человека может быть свое мнение насчет вставания на колени, исторических памятников, еще чего-то. И я вижу, что есть определенная агрессия к тем, кто не хочет вставать на колени, кто говорит, что all lives matter, все жизни имеют значение и так далее. Казалось бы, тоже вполне себе нормальные вещи люди говорят. Но на него начинается поток критики и преследования. Андрей, подожди, у меня звука нет. Сейчас. Прием, прием. У меня батарейка садится. Сейчас я должен был перезвонить тебе. Окей. Так, Юра у нас небольшой технический перерыв сделал. Но пока я предлагаю еще обсудить. Сейчас, почему так во всем мире пошла волна, связанная с как раз Black Lives Matters и убийством. Есть звук, да, слышишь? Да, я тебя хорошо слышу. Смотри, я спрашивал... Да, да, Юр. Почему такая ненависть? А к другому мнению, смотри, потому что, опять же, есть демократические вещи, а есть диктаторские вещи. Есть зло, есть добро. Его очень легко определить. Большевики и, там, ассамблея Дума Российская, либеральная. Большевики. Вот ленточку не носишь к стенке тебя. Вот сейчас в ДНР, ЛНР не оденешь эту ленточку, да? Тебя тоже. А в Украине ты, там, в Одессе, в той же, на 9 мая, по-моему, еще где-то я видел, где люди идут с этими ленточками. И, там, говорят, наши деды воевали, там, все. А вот эти оголделые националисты, нацики, с айфоном спрашивают, а вот зачем вы это? Для чего вы это? А они их, там, матом, да, пошел ты, да ты фашист, да ты все. А эти нацики говорят, ну, подождите, нам бы просто вас спрашивать. Вот нафига вы это? Это же символ теперь сепаратизма, там, того сего. И какой сепаратизм, понимаешь? И вот идет вот эта вот разохлябанная, пьяная матрасня, либеральная, которая за права, за справедливость, за честность, за братские народы, опять же. И идут вот эти вот нацики, фашисты, националисты, там, оголделые, кто вы там еще, бандеровцы эти всякие. И вот тебе и разница. Потому что, если ты не думаешь, по-моему, если ты не думаешь, потому что я же, смотри, я за справедливость, я за честность, я за то, чтобы все собрать, поделить поровну, я за то, чтобы все были одинаковые, чтобы мы все ходили в одних ватниках, чтобы мы все ходили в одних скороходах, чтобы все были, чтобы все было по-честному. А ты, сука, не хочешь этого, значит, с тобой сразу тебя надо к стенке, потому что я же за хорошее, я же за справедливость, я же за народ, а ты такой еврей, получается, поэтому тебя надо сразу мочить. С тобой не о чем даже разговаривать, потому что ты вводишь раскол в наше общество, вот они нас обвиняют, что мы, Трамп, он раскалывает наше общество, он, это все из-за него, просто потому что он говорит, что он не хочет участвовать в вашей банде, у него другое мнение, у него другой подход к политике, его избрал американский народ. Знаешь, оно немножко мне напоминает то, что, почему, ну вот как, сейчас особо с рядовыми гражданами Украины мало кто общается, но есть, кому интересно, может в Ютубе найти, есть ряд украинских блогеров, которые любят, там есть какой-то чат-рулетка или что-то в этом роде, и они туда заходят, там оно в рандомном, в случайном порядке находит тебе собеседника из стороны, которую ты указываешь, и ты с ним общаешься. Да, и блогеры, и Полтава, Андрей, много, и Луганский, там целый ряд у нас есть таких блогеров, у них развлечение, они говорят, мы не пытаемся что-то доказать российским гражданам, это бессмысленно, то есть, но мы хотим вам показать, какие они братские люди, то есть, они там случайно, вот Юра отключился, но я как раз, о, и они говорят, да, что мы не пытаемся им доказать что-то, мы пытаемся вам показать, что вот братский народ, обычные люди самые, которые сначала они как дела, как дела, там, а ты на рыбалку ходишь, туда все, пока не начинается тема Украины, как только начинается тема, что про Украину и Россию, все, там идет поток ненависти, что вот мы братья вам, а вы нас ненавидите и так далее, и так далее, вот вы проклятые хохлы, не хотите с нами дружить. И сразу это все записывается, выкладывается в интернет, вот, ну, посмотрите, какой братский народ на самом деле, и беда же не в том, что там люди плохие или хорошие, беда в том, насколько у них мозг промыт в эту историю. Юра, у тебя картинка пропала, мы тебя не видим. И потому, собственно говоря, у Юры, вероятнее всего, сел телефон, но пока он включать будет, я продолжу мысль, что очень похоже, очень похоже на то, что происходит, почему люди, вот, многие граждане России в 2014 году, когда еще было популярно в конце 2013-го, в начале 2014-го, было принято общаться, там, с какими-то родственниками из России, и россияне общались с родственниками из Украины. И вот тоже была волна ненависти такой, что ах, вы не за Путина, и они свято верили, что вот Путин добро, а если вы против Путина, если вы против братск, снова жить в одной стране, то вы негодяи, подлецы и так далее. И украинцы для себя сложили мнение, что это историческая параллель такая, что больше всего, вот, когда люди, которые принимают на себя все-таки соглашаются жить с ярмом на шее, они же больше всего ненавидят не хозяина, хозяина, они боятся, слушаются, это их моральный выбор, то есть их сломали. Они больше всего ненавидят тех, кто не хочет так жить и пытается что-то изменить, либо же как раз побороть эту ситуацию. И я, мне кажется, есть некоторая параллель с тем, что вот у нас, как я говорил зрителям, в 2014 году, когда еще общались плюс-минус украинцы с россиянами активно, вот эта ненависть россиян к украинцам, она формировалась на том, что вы ребята хорошие, вы наши родственники и так далее, но если вы не хотите жить с Россией, и там уже шел поток, мы вас уничтожим просто, доходило до того, мы вас заставим, не хотите, уничтожим, вы фашисты, бандеровцы и тому подобное. И эта ненависть, это потому что люди хотят жить в диктатуре, и они ненавидят тех, кто в диктатуре жить не хочет, кто хочет жить на свободе, в своей стране и выбирать сам себе судьбу. А я тебя не слышу сейчас, Юр, звука нет, нет звука почему-то. Тут пока у нас уже вопросы накопились, нет, не слышу, нет звука. Так, у нас есть ряд вопросов, есть вопрос по поводу того, правда ли, что памятники, что Трамп издал указ об ответственности за повреждение памятников как символ Америки. Пока нет. О, пробивается, есть. Оно, оно, оно. Сейчас только что звук пошел, но зависло. Есть у нас еще здесь вопрос, что много людей обманывать долго невозможно. Считает ли Юра, что демократы сделали фальстарт, начав такие радикальные действия? Но сейчас вот, если у Юра с технической, с картинкой и звуком улучшится, он как раз ответит на этот вопрос. И, типа, есть, и есть ли вероятность, что ближе к выборам в связи с тем фальстартом люди могут разочеркнуть. Вот. Слышно? Слышишь? Вот, слышно. Да, да, Юр, я тебя слышу. А, ну все, когда мне звонят, я не знаю, что мне делать. Но не важно, я это, да, я тебя слушаю. Ну, вот по поводу того, что это похоже, знаешь, на мой взгляд, это похоже, когда люди считают, что они имеют право на свое мнение и на свободу. Их ненавидят те, кто готов отдать свою свободу кому-то другому, и они больше всего ненавидят тех, кто не хочет отдавать свою свободу. Ну, это есть много выражений таких, знаешь, для раба самый большой враг, это не тот, не его владелец, а свободный человек. Он больше всего ненавидит свободного человека. Или там птица, которая сидит в клетке, она думает, что та птица, которая летает в войну, это такая болезнь у нее, что она больная птица, что она летает на свободе. Поэтому это мною, да, это у рабов такой менталитет, что вот мой барин, то, что он там меня насилует, продает, убивает, что он мой барин, а вот лучше, чем быть свободным. Это часто, это такое рабское мышление, люди до сих пор хотят быть в колхозе, они помнят колхоз как хорошую жизнь, которым им было комфортно. Ну да, вот это мнение. И потом, конечно же, это селекция такая происходит, а потом, конечно, россиянам, ты просто не жил в России, ты не видел этого телевизора, этого всего, а я-то уже захватил этот конец, когда вот хохлы, значит, мы их там от фашизма освободили в время войны, мы там им всю индустрию построили, все заводы там мы построили. А они к пиндосам за печушки продались. И вот когда тебе это каждый день показывают, и теперь они вот, мы маленькая, добрая, миролюбивая Россия окружены вот этими злыми хохлами со всех сторон. И когда, знаешь, у меня есть даже такая вещь, где, ну, раньше, когда еще интернета-то даже не было, а был только телевизор, и вот моя жена не могла переносить русскую речь, потому что не понимала, и ей надо было напрягаться, чтобы понять, это мы были молодые. И, а я первый канал смотрел тогда, первый канал смотрел тогда, и это уже началось тогда, и, значит, был берет, что пока она там душ принимает, пока она в ванной, я смотрю вот первый канал. Когда она выходит, мы переключаемся, значит, на американскую речь. И вот она выходила там из души и говорила, блин, она говорит, я вот пока там слушала это все, я уже вышла, я уже американцев ненавижу, ненавижу американцев, ты понимаешь, потому что я наслышалось столько всего, знаешь, или как Арте, Russia Today, мы называем это For Russia Today. А даже первоначально был канал создан, чтобы показать Россию в хорошем цвете, показать, что Россия правильная, демократическая, развивающаяся страна, часть, и показывать хорошие, это продлилось там ровно два месяца, или даже меньше. Через два месяца у них просто материал закончился, больше нечего было хорошего про Россию показать. Показали березки, показали там Волгу-матушку, еще что-то там показали, церкви показали, еще что-то показали. И все, и кончился материал, больше нечего показывать про Россию. И перешли на старое, удобное, всем любимое, давай поливать Америку говном. И все, и вот так вот этот канал, а первоначально он и для этого существовал, он был существовал для того, чтобы рекламировать Россию как хорошее, правильное государство. Вот это, кстати, вот к теме немножко по поводу каналов и информации, к теме по поводу пленок. Да, Байден там Порошенко, не Байден Порошенко, это очень плохая услуга вообще в целом, на самом деле, вот на украинского зрителя. И на украинского, на наших выборах эти пленки еще сыграют свою роль, я думаю, потому что, ну как политически, неизвестно как юридически будет, нет. Потому что нам сейчас активно рассказывают, что вот Украина, видите какие американцы, украинцы, большинство не очень понимают разделение там демократы, республиканцы, Байден, Трамп. Нет, ну то есть какие-то злые дядьки из Америки по телефону нашему президенту, а он там под козырек брал только. Фу, как неприлично, ну и какой пазол. И под этим соусом сейчас дают, что Украина, Америка плохая, Украина под влиянием Америки, видите как мы плохо живем 6 лет, а у нас действительно война, экономический кризис, сейчас этот карантин, экономика вообще там ниже поясницы так существенно. И это все будут говорить, что вот видите 6 лет под управлением американцев, это к чему привели, и они это будут разгонять. То есть дело в том, что внешнее управление это всегда плохо, но больше всего про внешнее управление Запада в Украине вопят те, кто хочет вернуть внешнее управление России. И вот это самая большая угроза. И Россия сейчас эту карту здесь будет разыгрывать очень активно. И потому, если эти пленки реальны, то это очень огромная услуга Путину была, вот эти разговоры, которые потом стали доступны и которые сейчас... Все это, это все, все, абсолютно все это делается для раскола вашего общества, для еще одного Майдана, для бунта, для всего. Поэтому я иногда и вот спорю со своим товарищем, там, с Пашей Длиннобойл, с другими в диаспоре украинцами. Я говорю, не вносите больше раздора уже, все, подождите, дайте им перегруппироваться, дайте им работать. Не волнуйтесь вы за этого Зеленского, у него рейтинг упадет, не может у него быть высокий рейтинг, он не сможет все равно всем угодить. Это, подождите, что вы сразу бунт поднимаете. С одной стороны, конечно, мне нравится это в украинцах, но с другой стороны, надо же тоже дать народу отдохнуть от бунтов и от переворотов, от всего этого. Но, особенно, когда у вас идет война, и, конечно, Путин использует любую вещь, любую вещь, чтобы вести раскол между вами, американцами, между вами, венграми, полярами. Венграми, израильтянами, чтобы внутри страны вы все передрались, это только все ему на руку. Поэтому это, конечно, было очень... Я скажу, что все равно на меня Украина производит хорошее впечатление, потому что вы удерживаете этот удар. Я не знаю, какая бы еще страна удержала бы этот удар, чтобы вы еще не раскололись, что у вас нет гражданской войны, потому что столько уже инвестировано в это. А опасность в этом огромная. Потому что Путин, он же больной, да, он же... А власти у него дохрена и больше, его никто не контролирует. Поэтому я думаю, что он ночами сидит и думает, как наказать этих проклятых хохлов, потому что он им проиграл. Он понимает, что он вам проиграл в этой глобальной политической и военной игре. Не смог захватить, не смог перевернуть, не смог поднять мятеж. Он не смог сделать то, что он запланировал. И, конечно, это его гнобит с утра до вечера. Хочется, знаешь, это как тебя кто-то унизил там в ресторане еще перед твоей девушкой. Ты вот ночами, видишь, как ты хочешь обратно вернуться, дай ему в пятак дать. А не можешь, нету, все, ушло время. И это вот тебя, это нормальные люди. А когда ты больной, это же еще в тысячу раз обострение больше. Поэтому он очень опасен для Украины. Очень опасен для Украины. Поэтому я и реагирую на все это. Чтобы украинцы ни в коем случае не раскололись. Чтобы они ни в коем случае не давали вещать россиянам. Не давали им платформы, с которых они могут это все делать, вносить раскол. Будь они там на татарском телевидении, на украинском телевидении, на еврейском радиотелевидении. Не важно. Никакого раскола. Не давать никакого повода сталкивать украинцев. И поэтому... Почему меня называют тоже на... Почему мне говорят, что ты повесил этот флаг? Что ты на правом секторе? Потому что я за правый сектор. Потому что я понимаю, что они говорят. Да, это Бандера говорил, это они говорят, а делают совершенно другое. Не знаю. Вот я слышу, что они говорят. По-моему, они делают. Ну, в основном. Наверняка среди них есть урон. Вот и козлы тоже. Как везде. Организация везде есть, да? Но они говорят, если ты за Украину, ты украинец. Все. Больше никакой дальше ничего роли не играет. Если ты начинаешь против Украины, значит ты враг. Вот и все. Вот для меня, для военного человека, вот эта позиция понятна. Если ты за Украину, ты украинец. Если ты за то, чтобы у Украины был державный язык. Это не значит, что русский запрещен. Державный язык есть свой. Если ты за то, что у Украины есть свои границы. Что Украина имеет право избирать, кого они хотят избирать себе в президенты. Евреи, татарины, черта лысого. Если у них есть право вступать в НАТО, не вступать в НАТО. Вступать в европейские. Их решение ничего другое. Ни Байдена, ни Путина. А их. Я за такую Украину, значит я правосек. Ну да, да. Кстати, у нас, да, действительно, раскал. С одной стороны, меня, мои сограждане, очень удивили, с приятной стороны, во время Майдана, то, что, насколько цивилизованный протест был. Я имею в виду, на мой взгляд, он был недостаточно агрессивен для власть имущих и для людей, которые должны были извлечь уроки и перестать делать то, что они делали до Майдана, для того, чтобы какие-то результаты были более серьезные. Но я имею в виду в отношении магазинов, улиц, других людей. То есть там старались делать все для того, чтобы никто не пострадал вообще из посторонних, чтобы ничего имущества не пострадало. И дальше, в принципе, меня поражает то, что с таким большим количеством того же оружия на руках, сейчас в Украине очень много. У нас уровень насилия, на самом деле, совсем незначительный в тылу. Ну да, там есть преступления, есть бедность, но у нас далеко не Латинская Америка, к примеру, и далеко не Дикий Запад. И это по-хорошему удивляет. Но нас действительно раскалывают, прошлые выборы до сих пор аукиваются, у нас до сих пор рассказывают одним украинцам, что они элита, потому что проголосовали за одного, а вот за того другого проголосовало быдло, и это из-за того, что они либо тупые, либо предатели. Хотя, ну, то есть, на мой взгляд, вообще среди электората уровень интеллекта примерно одинаков всегда. Ну, плюс-минус у всех основных игроков политических всегда уровень. Просто убеждения разные, потому что опыт жизненный разный, разные родители были, которые рассказывали разные. И даже среди пророссийских сил интеллект не меньше, чем среди пророссийских. Просто у них другое воспитание, другие ценности жизненные, и они вот не видят себя так. Но это совсем не говорит, что они глупые. То есть, как минимум, недооценивать врага – это самая большая опасность, которая может быть. То есть, считать врага дураком, и что ты умнее его. А я не говорю уже о том, что человека, который с тобой одного цвета паспорта, скажем так, и вы связаны в одной лодке. Смотри, у нас вопросы. Я обещал, что я отвечу на вопросы. Я специально говорил людям, включайтесь, пишите вопросы, и я отвечу. Правда ли, что Трамп издал указ о ответственности за повреждение памятников, так как это символ Америки? Есть ли такой указ и будет ли ответственность за это? Да, смотрите, памятники, они тоже разные. Есть сидячие памятники, кто же памятник посадит, тот же памятник. Помните такую вещь? Есть, например, я поставил памятник. Я в центре города Филадельфии поставил памятник. Там были какие-то договоры, разрешения, но это мой памятник. Я его поставил, он принадлежит мне и организации, которые его там... Если мы хотим, мы его можем снять, мы его можем переплавить. Это наш памятник. Есть памятники, которые ставит город. Есть памятники, которые ставит штат, а есть памятники, которые ставит федеральное правительство. Вот в Вашингтоне в основном памятники – это федеральные. Поэтому Трамп говорит, если вы будете федеральные памятники трогать, и также большинство памятников, допустим, ветеранам Вьетнамской войны, войне памятник Второй мировой войне, Корейской войне, есть разные памятники разным ветеранам, они принадлежат федеральным властям, и они принадлежат, поэтому они защищены законом о ветеранах, у нас есть специальные законы для ветеранов, поэтому если ты поведешь этот памятник, то ты будешь отвечать в федеральном суде, опять же, у нас разные суды. В чем у нас была проблема? Вот эти протестующие, вот эти мародеры, эти погромщики, которых полиция арестовала в демократических штатах, посадила их, на следующий день они перестали перед демократическим судей, и демократический судья их всех отпустил, и сказал, ну, дети, они бунтуют, ну, пограбили, ну, что сейчас теперь, всех в тюрьму сажать. Он отпустил. Трамп говорит, смотрите, придурки, если вы повредите федеральный памятник, вот в Вашингтоне, там, в Луфеетт-парке, церковь, если вы повредите, то вы будете отвечать перед федеральным судом, и вас посадят в тюрьму, потому что вы нарушаете закон. Закон, допустим, есть закон по защите ветеранов, а эти памятники относятся к ветеранам, это федеральные законы, и никакой вам судья штата демократического или штата городского не поможет. И также он издал указ, что теперь это распространяется на все памятники исторические. Значит, если вы будете повреждать, вам может грозить до 10 лет. Поэтому они сейчас, полиция, но опять же, я знаю, что нашим многим слушателям чуть трудно понять, как Америка устроена. У нас президент, он не царь, он не может быть диктатором, потому что у нас в штатах свои цари, свои диктаторы, которые называются губернаторами, которых избираются. В общем, штаты есть демократические, есть республиканские. И законы тоже там, и судья тоже там под этим, потому что судей тоже или назначает этот губернатор, или их выбирает консульство, вот эти консулы, эти округа и города тоже. И если вы посмотрите, как следует, то, конечно, бедные штаты. И штаты, где происходят все эти безобразия, это в городах демократических и в штатах демократических. В республиканском городе этого ничего нет. В республиканском городе люди абсолютно нормально себя ведут и живут нормальной жизнью. Поэтому у нас эти вот очаги, они повсюду. Ну, пример привести вам, допустим, штат Калифорния. При республиканцах, как, допустим, Регин был губернатором штата Калифорния, это был самый один из богатейших штатов. Потом они такие были богатые, они расслабились и стали вот гуманитаркой заниматься, в общем, всем помогать, всем это... Звук пропал. Опять звук. А, выключилась картинка сейчас. Очевидно, опять позвонили Юре. Небольшой перерыв. И еще у нас есть вопросы по поводу конфликта, эскалации. Эскалация Франции и Турции в Средиземном море. Тут даже предполагают, очевидно, войну. Иступит ли туда Египет, либо, я так понимаю, имеется в виду ливийский конфликт. Так, звук... Слышно? О, слышно, да, слышно, слышно, слышно. Вот сейчас слышно, да. И это когда мне звонит, я не знаю, как это отключить. Я уже отключил, так они мне по Wi-Fi звонят. И это зависит от... В ДПС Калифорния была самым богатейшим штатом при Регине. Это был республиканский штат. Потом он стал демократическим, он стал хуже, хуже, хуже. Сейчас он один из самых худших штатов. Он демократический. То же самое с Нью-Йорком. Когда Джулиани был там мэром Нью-Йорка, или Блумберг, республиканцы, то это процветал. Город... Было очень мало криминала. Все становится демократическим. Вот приходят большевики, и начинается вот это вот из... Они как бы хотят это представить как гуманность или еще что-то. Проблема существует у нас самая такая... На мой взгляд, проблема. То, что из этих штатов потом люди начинают бежать. Люди, которые притягают, профессионалы. Они понимают, что в штате, как в Иллиной, в Чикаго, откуда президент Обама. Из Калифорнии много. Из Нью-Йорка, допустим, во Флориду много из Нью-Йорка приезжают. Они начинают бежать из этих штатов. Потому что налоги очень высокие. Криминалы очень высокие становятся при демократах. Они приезжают сюда, они устанавливают свои бизнесы, они здесь себя начинают чувствовать комфортно, живут богато. Но что они делают? Они хотят те же самые законы теперь внедрить в этих штатах. И избирают себе, опять же, демократов. И вот это вот я не понимаю, что мы, ничего не меняется. Единственное, что меняется, вот палка от грабли, который ломается об наши лбы. Опять наступаем на те же грабли. Они уезжают из этих штатов, но им нравится, чтобы пистолеты никто не покупал, чтобы людей разоружили. Давайте мирно, чтобы было, чтобы всем поделить все поровну. Ну, чтобы все было честно, чтобы все было... Ну, вы же оттуда приехали, где это было. Ну, там не сработало. На Кубе не сработало, Венезуэле не сработало. В Китае не сработало. В Вьетнаме не сработало. А вот у нас оно сработает. Сейчас социализм сработает. Я не знаю, это такой цикл, наверное, человеческий. Мне кажется, есть такая проблема, но я чисто из нашего опыта украинского говорю, что люди быстро привыкают к хорошему, и они думают, что уже ничего плохого быть не может. Они думают, что вот как бы... Я просто помню Украину до 2014-го, до 2013-го года. Большинство считали, ну ладно, у нас там выборы могут быть, там могут быть... Если Майдан, то это Майдан типа 2004-го года. Там походили с оранжевыми флагами, помахали, и все хорошо. Все равно потом между собой договорились. И никто не верил в то, что Россия может напасть. Причем, что рядом, то есть, крокодил, пожирающий Грузию, Молдову, Чечню пережевывающий, то есть, республику Вичкерия. А мы так сидели, прохлаждались, ну, с украинцами-то ничего не будет. Это же, ну, то есть, мы же не Грузия, не Молдова. И доигрались до того, что мы думали, что у нас вот всегда будет там... Иногда там может кризис какой-то экономический, иногда политические дрязги. Но мы считали, что вот хуже не будет, а хуже может быть гораздо. Вот почему я вот как раз... Когда это случается, когда это случается, все начинают включить, а где же Америка, а где же Америка? Я говорю, подождите, вы же сами сначала ничего не делали, когда нападали на ту же Чечню, когда нападали на ту же Грузию, все же сидели тихо, ничего вас это не касалось. А как на вас, так где же Америка? Америка только там, где, знаешь, где люди сопротивляются, где люди хотят сохраниться. Ну да, то есть, у нас там Ющенко полетел в Тбилиси помочь Саакашвили, хотя бы постоять на площади, там, тогда президенты собрались, да, чтобы не было ракетных ударов бомбовых по Тбилиси. И многие говорили, зачем он туда поперся, вот грузины-агрессоры. Когда украинцы ехали воевать в Чечню, помогать ячкирийцам, там их было совсем немного, у нас все говорили, вот они бандиты, помогают террористам, и их считали какими-то дурачками. Хотя они говорили, народ борется за свою независимость, мы боролись сотни лет так же, давайте поможем людям. Но опять же, все считали, что это ненормально. Ну и в итоге получили то, что получили. Ну и зачем злить, зачем злить, да. Да, да, да. У нас сейчас, у нас сейчас вот эти вот люди, даже республиканцы многие, которые тут я знаю, они говорят, слушай, а может проголосовать за Байдена? Чего за Трампа? Проголосуем за Байдена, чтобы успокоилось это все, а то что-то они... Он возбуждает народ, и народ... Давай лучше за него проголосуем там за Байдена, все это успокоится, и все. Я говорю, что, идиоты, что-то, я даже не понимаю. Это вот как Гитлера успокаивали, там, Сталина успокаивали, чтобы их не разозлить. И что, помогло? Путина вот успокаивали, чтобы помогло, не понимаю. Ну, короче, некоторые люди так думают, так мыслят. И есть еще вопрос по поводу того, не считаешь ли ты, что... Демократы сделали фальстарт с этими протестами, так как они сейчас уже затихают, и ближе к выборам люди разочаруются в этой волне антитрамповской, и могут либо не пойти на выборы вообще, те, кто, там, сторонники демократов, либо перейти даже на сторону Трампа. Насколько такой сценарий вероятен? У нас вот читатель Андрей из Львова задает такой вопрос. Ну, это имеет право на жизнь, это тоже такое мышление. Я бы хотел, чтобы так было, конечно, я не знаю, как будет. Но многие люди так говорят, многие люди говорят, что уже это надоело, что надо навести порядок в стране. И опять же, если Трамп наведет порядок, то да. Ну, и знаешь, это тоже такой баланс. Он может еще больше возбудить кого-то. А, вот он диктатор, вот он в войсках, вот он в тюрьмах всех, какой-то пиночет такой. А могут наоборот, а многие люди говорят, слушайте, чего мы вооружаемся, выходим, охраняем свои дома, свои бизнесы здесь, где власть, почему она не наведет порядок. Я вот думаю, что, ну, он уже так говорит, он уже говорит жестко. Он говорит, слушайте, опять же, это не от него совсем. Он уже угрожает этим мэром и этим губернатором. Говорит, если вы у себя не наведете порядок, я приду и наведу порядок. Он уже вот так говорит, знает, жестко. Многим это нравится, мне это нравится. Теперь остается только за тем, чтобы он пришел и правда навел порядок. Но это опасность, потому что, знаешь, это противостояние, оно всегда имеет отпорство, всегда идет обратка какая-то. И вот надо так сделать, чтобы обратка была поменьше, а напор был посильнее. Вот ему это надо сбалансировать. Ему нелегко, нелегко еще с этим COVID-19 вирусом. Знаешь, как они, допустим, много трюков играют. Значит, на протесты все эти губернаторы, леваки и мэры говорят, да, протесты это хорошо, они, люди, имеют право на собрание, это американская конституция. А давайте, протестуйте. А когда должны на ралли, на к Трампу прийти люди, на его выступление, как по-русски, не знаю, так сказать, на ралли, на его собрание, они говорят, не-не-не, много людей не должно собираться, это же COVID, это же сейчас все перезарядутся, это нельзя, это противоконституцион. На него в суд подают. Так многие из нас говорят, хорошо, давайте просто ралли переименуем в протест. Вот и все. Это протест такой, тогда вы за. Если вы за протесты, то просто переименовать, это забрать в протесты. И вот у него был, значит, позавчера слет одномышленников, партийцев, и там надо было, там, по-моему, на, я сейчас не помню, но стадион был на 90 тысяч или на 300 тысяч человек, что-то такое. А запросов было больше, чем на миллион. И, конечно, они на 300 тысяч или сколько-то человек выдали билеты, эти бесплатные, там, первые 300 тысяч, которые люди получили, там, их проверяют, там, какая-то лотерея, и, в общем, все республиканцы говорят, о, вот так, там, больше миллиона идет к нему, никогда такое не слышно, никогда такого не было. А когда началось, половина людей не пришло. А что случилось? Демократы взяли, и это демократы специально начали заполнять, что они хотят быть у него на ралли, чтобы не пойти, чтобы занять места, чтобы республиканцы не могли прийти, чтобы так обесценить его. И у них опять это не получилось, потому что по интернету и по телевизору его смотрело больше, там, по-моему, 100 миллионов человек. Поэтому это огромное количество людей все равно как бы участвовало в этом процессе, просто и физически. Там не было, что как раз, наверное, может быть и неплохо, потому что они, там, если эта болезнь-то настолько заразная, что они сохранили здоровье себе, надеюсь. Ну, вот такие вот трюки, вот такие вот грязная такая игра идет, нечестная. И вот республиканцы такого никогда бы не сделали на слете демократов, демократического, там, кандидата. Ну, да, это опасно, методы грязнее и грязнее, просто это опасно тем, что эта эскалация, она, ну, как бы, чем это может закончиться? В итоге непонятно, вот люди пишут, что кажется, что Америку и всех нас как раз к выборам ждет страшная пандемия, ну, то есть предполагает. Это может погубить экономику, что уже не смешно, ну, то есть наши зрители пишут. Может ли действительно эта история вот с голосованием по почте, то, о чем говорил Трамп, как раз стимулироваться тем, что могут разогнать еще один виток, или может он действительно произойти, коронавирус, который не погрузил? Голосование по почте тоже не так просто, к нему надо быть подготовленной, почта и все остальное, это не так просто. Это может произойти, но не в этот раз, я думаю, займет несколько лет подготовить. И, конечно, голосование по почте – это очень много возможностей для коррупции, и, конечно, демократы, они более, будет лучше организованы в этом, чем республиканцы, они будут ходить по домам, будут заполнять для этих бестолковых тунеядцев, которые ничего не хотят делать, за них все будут это заполнять, отправлять. Значит, у республиканцев нет времени, они все на работе. А демократы, у них есть вот эти пионеры, вот эти комсомолки, такие активисты, которые этим занимаются. И поэтому это займет. Понимаете, а то, что это ковывает, я не знаю, потому что каждый день какая-то новая информация, каждый день что-то новое. Первоначально они сказали, что вообще миллион человек в Америке умрет. Миллион. В первой волне миллион людей умрет. Потом сказали 600 тысяч, потом 300 тысяч, потом 60 тысяч, потом 30 тысяч. Теперь опять, они говорят, 50 тысяч. Теперь вот вторая волна будет еще хуже, чем первая. Но она будет не так распространять. То люди без симптомов распространяют. Теперь Всемирная организация здравоохранения опять вернулась к первоначальному, что у тех, кого нет симптомов, они не заражают людей, они не заразны. Хрен поймешь, что происходит, но каждый раскручивает, каждый политизирует это в свою сторону, конечно. Но пока что экономика страдает, пока что люди страдают, пока что люди безработные, пока что платить нечем. И вот Трамп уже говорит, что вторую надо будет давать, деньги выдавать для стимулирования экономики, еще раз выдать по 1300 или по 1600 долларов на человек. Как ты относишься? Так, у нас здесь еще был вопрос, чем, на твой взгляд, может обернуться эскалация между Францией и Турцией в Средиземном море? Там вот эти опасные маневры турецких кораблей, и Макрон уже начал делать резкие заявления, турки тоже, в свою очередь, начали хаять Макрона. К чему это все может привести, учитывая, что это страны НАТО? Вот цитата, Макрон сказал, «Ацидент в Средиземном море» показывает, что стоит возвратиться к тем моим давним заявлениям о НАТО. Можно ли говорить, что сейчас может наметиться очередной европейский раскол в Северо-Атлантическом альянсе? Я не думаю, что это сможет произойти. Произойти все может, но НАТО это довольно-таки такая, уже настолько все интегрированы в это, как ты выйдешь, ты можешь, конечно, выйти из НАТО. И Франция выходила из НАТО. Это может выйти опять. Я не знаю, в чем там инцидент произошел, но инциденты происходят и между НАТОвскими странами. Но обычно это не расходится по своим углам и не эскалирует, потому что другие НАТОвские страны вмешиваются в это. И говорят, что разошлись. Ну там французы досматривали корабль, по-моему, грузовое судно, подошли турецкие корабли, начали своими радарами его высвечивать, а французы отошли в связи с этим. Там опасные маневры начались турецкого флота. И плюс вот начали по поводу этого высказываться обе стороны инцидента, и по поводу того француза высказали свое фе, кого в Ливии поддерживают, мол, турки, и что, мол, они делают это неправильно. И вот такого вот рода якобы разгон идет. Я думаю, что это мелочное, что разойдутся. Хотя Макрона уже, по-моему, никто всерьез не принимает. Особенный такой, как Эрдоган. Эрдоган же понимает, что НАТО за ним. Но это полноценный член НАТО. И еще тогда вопрос по историческим очередным изысканиям Путина. То есть учитывая, что недавно, да, Путин же сделал заявление, что вот республики в Советском Союзе приобрели территории, а потом подсоединялись. И его вот гложет то, что слишком много территорий, которые не пролежат бывшим Советским Республикам, остались у них в связи с выходом. Ну и по поводу войны, опять же, 22 число недавно было, и очередной хайп, что, мол, вот народ победоносец, все дела. Маляки начали войну, да. Да, да, да. То есть то, что Советский Союз половину Второй мировой войны был на стороне немножко другой, это не считается. А потом... Ну и даже там прибалты добровольные там вошли, и вся их власть осталась там. В Сибирь не угнали, да, ну это понятно. Слушай, ну это больной человек уже пишет, все это уже обсуждалось тысячу раз на всех каналах. Это какой-то бред войны. У России забрали какие-то... Вон когда он последний раз вообще на карту России смоткал? Ну мало ему. Да, это все отдали земли. Исторически страна построена на захватничестве чужих земель, поэтому она такая огромная. Если бы он был Лепченштейн какой-нибудь там или Швейцария, я еще понимаю. Вот мы раздали там и все это двое. И теперь мы с такой маленьким кусочком земли, да, сидим там. Прямо Израиль, ну там бедный. Чего он говорит? Это чушь собачья. Кому он раздал какую землю? Это что, Калининград его земля там? Ну, дело в том, что нет... Выборг, может быть, это российская идея. Даже вот недавняя история. Я уж не говорю там Казани или еще что-то. Так они от этничества земля русских. Кто брал, это брал, да. Шпака не брал. Земли Шпака тоже его, блин, не знаю. Ну вот, кстати, потому они от нас отцепиться не могут. Они же хотят вывести свою историю с Киевской Руси. Киевская... И почему они говорят, что мы один народ? Ну, то есть как бы объясним немножко зрителям, почему они говорят, что мы один народ? А мы вот русские. По одной простой причине. В России этнических русских земель... Ну, исторических, я имею в виду. Не тех, что... Сейчас-то, понятно, населяют русские все республики, там, города и так далее Российской Федерации. Но этнических, исторических не было. Потому что земли под Москвой, это меря, весь. Это очень много тех племен еще у графинского периода. Настоящих. Не тех, что русских обвиняют в том, что они у графины. На Волге живут булгары, татары, много других народов опять же. На Кавказе тоже. Дальше там всякие эвенки, калмыки, то есть там очень много народов. И этнические, исторические земель, которые населяли славяне, очень мало. Это на севере чуть-чуть, и то там Ильмень, там тоже у графинские народы. То есть это под Новгородом немножко, в районе Пскова немножко, и вот сюда, к Беларуси, к Украине. Это очень маленькие кусочки, из которых государственность вывести очень тяжело. И потому они претендуют на Украину и Беларусь, потому что якобы вот отсюда их государственность пошла, из Киева они это считают. Если они это оторвут, то им потом будет тяжело объяснить, почему русские могут всем остальным указывать, как им жить, и делать всех русскими. И потому они так и делают. Собственно говоря, это в очередной раз у нас в интернете взбурлило очень сильно по этому поводу. Так, Юр, будем заканчивать, наверное. Я вижу, комментариев много, но в основном не вопросы. В основном спрашивают, отдадут ли русские таганурок. Нет, русские ничего не отдадут. То есть тут вопрос всегда, кто может забрать, а не что может просто так взять. Смотри, все, тогда, если ты все сказал. Нет, я еще много чего могу говорить, но я думаю, что народ уже устал. Но я смотрю, у нас бодро, наоборот, сейчас рост людей все больше и больше становится. Зрителей, да, с каждой минутой фактически. Чат оживился очень сильно, под конец программы как раз. Еще раз говорю, если вам удобно, я к нашим зрителям обращаюсь, какое-то другое время немножко корректировать, пишите. Будем рассматривать, обсуждать. Если действительно это всех устроит, Юра устроит и всех остальных, то мы можем немножко сместиться. Но будем это обсуждать в этом случае. Пишите вопросы на следующий эфир под этим эфиром. Темы, которые недообсудили. Но мы, собственно говоря, создаем эту платформу вместе с вами и для вас. Для того, чтобы обсуждать разного рода температуры и веса темы. Потому что, мне кажется, я вижу, Юра согласен. Да, видать Андрей сел что-то. Ну ладно, все, закончили. Так, была проблема связи, да? И, собственно говоря, у нас очень, как я остановился на этом, было очень мало, у нас очень мало независимых источников, которые могут обсуждать какие-то темы с точки зрения своей, а не с точки зрения той, что кто-то, какой-то дядя или какая-то партия за это платит и хочет, чтобы вы говорили именно то, что хотят услышать. Поэтому присоединяйтесь, поддерживайте, будем вместе обсуждать. И будем делать дальше межконтинентальные наши неполиткорректные эфиры. Юра, рад был тебя слышать, рад был видеть. Спасибо, Андрей. По связи в эфире, пишите комментарии, предлагайте темы. До встречи. До встречи. До встречи. Пока. 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 Продолжение следует...